Здравствуйте, девочки и мальчики! Какой должен быть подход к биоинформатике? С моей точки зрения есть два подхода. Первый подход – это подход анонистический. Это когда вы берете математику и начинаете ее всячески сгибать, без какого-либо биологической задачи. А второй подход – практический. Это есть задача, и нужно придумать тулы для того, чтобы эту задачу решить. Я сторонник второго подхода. Давайте сначала расскажем про биологическую задачу. Она, может, даже не совсем биологическая, она, скорее всего, историческая задача. Древняя ДНК. Сейчас, знаете, кто из вас читал статьи про древние ДНК? Ну, хотя бы как-нибудь где-нибудь. Кричите прямо, про что вы читали? Про недовитальцев. А что еще? Про Денисовского, про чему? Еще что-то. Да, много их. Если вы посмотрите, за последнее время целая огромная полна этих статей. И бронзовая индивидуальность. У нас сейчас образуется новая наука, которая называется музеомика. Потому что есть разные омики. Это музейная омика. В музее, как вы знаете, костей много. Они описаны уже очень хорошо. Много про них можно какие-то исторические сведения подчеркнуть. И у нас есть какие-то исторические гипотезы, исторические легенды. Ну, какая-нибудь легенда. Гуси Рим спасли. Было, не было. Что нужно для этого? Может быть, нам нужно какие-то кости покопать. Поэтому это огромный простор. Можно искать какую-то историческую загадку. Есть историческая гипотеза. Было так или было так. Кто кого побил, кто кого убил, кто кого изнасиловал. Все на все это можно ответ узнать с помощью древней ДНК. Что у нас сейчас есть? С каким материалом мы можем работать? Вот сейчас у нас вот такая вот карта. И сейчас давай мы начинаем думать, почему распределение точек на карте именно такое, а не другое. Сохранность. Но сохранность – это очень хорошая гипотеза, но она неправильная. Давайте думать дальше. Это похоже. В Европе было всего много, но, однако, если вы посмотрите, тут было дохерища всего. Ну, везде было много, но там точек нет. Почему? Это то, где больше ученых, там больше денег, да. Еще что? Доступность материала. Да, но не самое важное. Что самое важное? Политика, господа, политика. Что произошло здесь? Например, то, что, ну, Африка вообще тяжелый регион, туда тяжело лазить по многим причинам. А что произошло в Америке? В Америке произошло вот что. Если вы помните, здесь лет 10 назад раскопали какого-то мальчика, так сказать, индейского, и просчитали его росту с разными народами, и написали статью, не советуясь с племенем, из которого взяли. А у племени были определенные теории, как они произошли, а с кем они связаны. И то, что ученые писали, оно вот так вот произошло. И индейцы обидели, сказали, больше мы вам ничего не дадим. И сейчас в Америке практически невозможно что-то получить, потому что так называемые tribal councils, они очень против этого. Во-первых, им не нравится, когда могилы предков трогают. Во-вторых, ученые, не думая о последствиях, говорят, эти индейцы ничего не знают, они родственники селькупов, кетов и прочее. И поэтому люди очень не любят, когда вот так вот берут у них ДНК, и потом... На самом деле это неразначимый вопрос. То есть что должен делать ученый? Ты взял кости, кто-то считает, что он произошел, не знаю, от мамонта, от мамонта совершенно никак не произошел, произошел он от папанта. И что ты напишешь в статье? Они считают... Это, на самом деле, неразначимая задача. И поэтому, так как в Европе таких предубеждений гораздо меньше, там, где меньше предрассудков, там мы кости берем. То есть вот такая вот дурацкая ситуация. Теперь, какую гипотезу решила я откопать? Это гипотеза про хазар. Так, что вы знаете, мальчики и девочки про хазар? Они были, вы великолепны. Дальше что вы знаете? Они были качевым. Что вы еще знаете? Набеги сделали. Что еще вы знаете? Да, давайте пейте. Так, раз, два, три, четыре. Ну, ну. Но песня, помните, так? Как там дальше, да? Как ныне сбирается вещий, а лет... Дальше что? Неразумно. Хазаром. Дальше. Забурный набег. Дальше. Омбреком мечам и пожаром. Так громче музыка, да? Вот. Как выглядели хазары? Как? Как русские. Давайте нарисуем хазарин. Давайте, вот, мальчик, давай, вставай. Мальчик, нарисуй мне хазарина. Ну, неважно. Вот, наводи, нарисуй хазарина. Такой схему в хазарином разрезе. Великолепно, спасибо. На самом деле, это очень правильная иллюстрация. Почему она правильная? Потому что то, что знают ученые про хазара, оно примерно сводится к этой схеме. Это печально, но это факт. Почему это так? Почему мы ничего не знаем про хазар? На самом деле, это объясняется тем, где находился хазарский каганат. Он находился вот здесь. Что это за земля такая? И чем она, вот, в самые хорошие времена они даже вот так вот распространялись. Чем эта земля хороша и чем она плоха? Степи, да. На самом деле, вот тут такая же фишка. Помните, был путь такой из варяг к греке, да? Что по этому пути ходило туда-сюда? Товары, да? Товары. А если они контролируют эту реку, что они делали с этими товарами? Отбирали, правильно. А помните, еще был путь там из Китая в Европу, да? Что они, да, шелковый путь проходил. Они что говорили о шелковом пути? Цыпу, 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 иди сюда, да? То есть, это была такая группа рикетиров. Очень веселые ребята. Соответственно, что писали про них русские историки и арабские историки? Волки позорные, уроды и прочие-прочие лестные комментарии. То есть, если почитать хроники, мы действительно смотрели на хроники, мы их читали, описание хазар – это просто какой-то ужас, так? Почему мы не можем почитать сведения самих хазар? У них не было письменности, они не использовали. Они были кочевым народом, им считалось заподложить в городе, они жили в юртах, ну, такие были правильные пацаны, поэтому про них ничего не известно. Вот, и в то время, когда они были в силе, они занимали такую территорию, и дань им платили все – и киевляне, и муромчане, короче, все. Есть такая интересная гипотеза, может быть, кто-то из вас читал Гумилева, «Русь и Орда», «Русь и Великая степь», про хазар, может быть, читали, да? Какая теория у Гумилева про хазар? Это не теория профессионарности, но теория про хазар, что хазары – это предки ашкенназии евреев. Ну, это типа, где хазары, где евреи, но из каких он это сделал, в чем основывается эта теория? Что хазары жили там, потом и в вещи Олег отказался кирбашка, вот, и они, потому что идти им было некуда, пошли они в Европу, а почему евреи? Потому что они приняли, потому что хазарский каганат, каган – это еврей, они приняли иудаизм, и поэтому с этим иудаизмом в Европу и пришли. Вот. Ну, это такая теория, на самом деле, которая вызвала целую бурю в разных источниках, когда потом один такой историк, не историк, даже, может быть, боши-генетик, написал статью, его звали Эрн Эл Хайк, он сравнил армян, азербайджанцев, абхазов и ашкеназий евреев, нашел, что они похожи, и сказал, что раз эти похожи на ашкеназий евреев, то и хазары тоже. Почему он это так решил? Давайте посмотрим на вот эту вот карту. Вот эта вся территория Хазарии, и Кавказ тоже принадлежал Хазарии. Что когда вещи Олег сказали кирбашкам, то кто-то из хазар ушел сюда, кто-то из хазар пошел на Кавказ. Поэтому, если мы сравним кавказцев с ашкеназией евреями, которые жили в Центральной Европе, то, если они очень сильно похожи, то, наверное, хазары тоже были евреями. Это, к сожалению, логика из того и серии, что если у бабушки были яйца, то бабушка была бы дедушкой. Поэтому мы не можем так относиться к этой гипотезе, как чему-то доказанному, тем более, что в израильской прессе начался конкретный такой shitstorm, и отцу Эрона Илхаека, его через работу не выгнали за плохое воспитание ребенка. Это было, на самом деле, ужасно, потому что, если родина евреев не Израиль, а это степь, то поэтому они должны возвращаться домой на Дон, а Израиль должен быть занят Палестиной. Соответственно, к Усасе Израиль на это пойти не может, поэтому они очень-очень сильно обиделись. Поэтому мы должны решить, кто такие хазары, какие у нас есть опции. То есть, как мы говорили, это такие кочевые, такие бонголоидные кочевники, такие боевые евреи, или хрен знает что. Правильно? Поэтому, что нам для этого нужно? Для меня нужны кости. Я крепко подружилась с историками, которые сегодня эти кости накопали. И вот видите, какая великолепная бабушка, ее зовут Елена Федоровна Батиева, которая про хазара знает все, она с ними интимно знакома. И поэтому она мне нашла могилы хазарских каганов, таких правящих, потому что, когда они правящие, то есть такие большие курганы, вот такие правильные, они погребены, соответственно, с кучей всяких материальных вещей. И можно сказать, что да, это были именно хазары. То есть надо анализировать правильные данные. То есть вот такие вещи. Как распознать могилу богатого хазарина? Хазары они захоранили в двух типах могил. Могилы должны были быть вот такие, они такие как курганы, в курганах углубления, или, может быть, скелет лежал вот здесь вот, это могила с заплетчиками, тут было дерево, и сверху они клали лошадь или иногда верблюда. Ну, соответственно, дерево прогнивало, и то, что мы можем видеть, это что лежит человек, а сверху лежит лошадь. Другая была могила такая со ступенькой, она вот так в разрезе выглядит, тут человек, тут всякие с ним дары, и лошадь немножечко выше на ступеньке. Вот такие вот в окне два типа могил, и то по количеству браста, по количеству золотых вещей можно было сказать, что это действительно богатые хазары. В чем там сложность? Так как хазары сами не имели такой материальной культуры, у них своих ремесленников не было, ремесленники у них были или рабы, или они у кого-то покупали или воровали. Поэтому богатство – это критерий, а уже какого типа узора – это не критерий. Потому что, так как они болтались север на восток, запад на юг, ну, как угодно, то поэтому они брали у всех все, что могли своровать. Вот. Но определенные, конечно, вещи там можно определить. У них, когда какие-то люди были кочевые, то у них должны быть стремена, то есть у них должны быть седла богато украшенные, у них должно быть оружие определенного вида, то есть какие-то типичные для кочевых народов. Вот. Сейчас как выглядят эти курганы? Сейчас курганы очень невысокие, но, к сожалению, никто не может сказать, какие они были изначально, потому что хазары не делали каменных курганов, они делали курганы насыпные из мягкой земли. А так как там степь, то, по-моему, они, естественно, расхляпывались, и они вот такие вот, как блямбы, очень невысокие, может быть, это по колено сейчас, но какие они были изначально, никто не знает. То есть я пыталась историков спрашивать, они тоже не знают. То есть это было больше тысячи лет назад, тысяча сто, тысяча двести лет назад, когда была вершина Хазарского царства. Поэтому мы ищем, которые богатые, у которых есть верблюда, у которых есть лошади, вот таких вот ребят мы ищем. Вот. Потом, когда мы решили, что мы эту задачку решаем, мы обнаружили, что никто из нашей веселой команды не умеет работать с древними ДНК. И тогда мы сделали первую вещь, абсолютно наглую. Мы решили написать ревью для, мы собрали конференцию по древнему ДНК, позвали всех экспертов, нам рассказали, что мы хотим делать, и потом решили написать ревью. Первая оценка нашего ревью, вы что, а репенели? Вообще никто из вас вообще ничего не понимал в древнем ДНК. Мы сказали, ну и что, научимся. Вот. Нас год мучили, но потом мы все-таки написали это ревью, нас выпустили, и наша статья, она в одних из самых высоко цитируемых из этого журнала получилась. То есть наглое второе счастье, господа, вот это очень важно запомнить. Дальше мы начали использовать, что есть два вида подхода, которые можно сделать. И первый подход, это чиповые данные, а второе, это полногеномное секвенирование. В чем преимущество чиповых данных и преимущество полногеномного секвенирования? Чиповые данные используют хорошо, но очень на более поздних стадиях проекта, когда вы точно знаете, какие точки для вас информативны, и можете именно эти точки выводить больше высокой точностью из образца. А полногеномное секвенирование, что бывает очень часто, что образцы контаминированы, и иногда 99,9 десятых ваших ридов, которые вы получили, это бактериальные риды. То есть это гораздо дороже. То есть сейчас современные древние ДНК используют такой двусладийный подход. Сначала для тех типов образцов, для тех могил, вы делаете полногеномное секвенирование, смотрите в общем и целом, что они такие, а потом делаете такое таргетное секвенирование или на чипах, на кастомных, или же уже с помощью праймеров выбираете только те участки, которые вам нужны. То есть обычно идет комбинация из двух подходов. В чем проблема с контаминацией? И, ну, как вы понимаете, что когда кости лежат в земле, в них проникают всякие бактерии. Почвенные бактерии, они очень достаточно агрессивны. Иногда, в зависимости, в зависимости от условий хранения. Если, например, какой-то мамонт, или помните, недавно вышла, кстати, статья, помню, чуть ли не сегодня или вчера, волка, которому сколько? 14 тысяч лет. Вот. То есть они даже МРНК смогли найти. Почему они смогли найти МРНК в этом волке? Он был замерзший, правильно. Да. А хазары были замерзшие? Нифига. Потому что там летом плюс 40, зимой минус 40. То есть они тоже замерзали. И это происходило, пардон, очень много раз. Вот. По крайней мере, сколько, сколько, тысяча, четыре, тысяча, двести, тысяча, четыреста не замерзали. Может, по несколько раз за зиму, правильно? Там грунтовые воды и прочее, и прочее. Поэтому для хазар гораздо хуже. То есть такой сохранности, как у этого волка, мы ожидать не можем. Мы не можем сохранить, как у якутского мамонта. Ой, пардон. Поэтому то, что получается в среднем у таких исследований, то есть иногда бывает хорошо, иногда бывает плохо. Тоже разные ткани в разных условиях по-разному сохраняются. Какие-то, когда-то лучше использовать большую берцовую кость, когда-то лучше стеменная кость. То есть в зависимости от того, насколько были экстремальные условия хранения, лучше ли одна или другая кость. Ну, главное правило, чтобы была большая кость и чтобы она была плотная. То есть чтобы можно было исключить, что где-то в середине кости не только бактериальные, но еще и, собственно, из образца. Поэтому для того, чтобы уменьшить контоминацию, сначала вы должны счистить поверхность, оборот, поверхность, то есть все, что археологи трогали, потому что человеческая ДНК более современная, будет амплифицироваться просто гораздо радостнее, чем древняя. и потом уже очень в чистой комнате с негативным давлением уже вынимать самый центр из кости и потом уже с ним работать. Это очень-очень тяжелая работа. Но если вы посмотрите на исследования людей бронзового века, которые напечатали в 2015-2016-2017 году, было несколько очень хороших работ, то качество, которое… Кто из вас знаком с секвенированием? Вы знаете данное секвенирование? То есть там quality, есть такой Q. Обычно там для нормальных исследований больше 30. Что получаем здесь? Очень-очень низкое. То есть получается иногда 3. Количество SNP-ов тоже маленькое, потому что какие-то части, участки генома потеряны просто безвозвратно. Глубина покрытия 5. Вы можете тысячи, тысячи, миллионы ридов генерить, у вас будут бактериальные риды, а глубина покрытия все равно будет очень маленькая. И покрыто, даже с этим 5-кратным покрытием, 1-2% генома, потому что остальные части просто исчезли. Еще одна проблема, которая есть с древними дантами. Красненькое и синенькое. Как вы думаете, что такое красненькое и синенькое? Несмотря на подписи. Чем отличаются красненькие от синеньких? Если бы вы посмотрели на вот эту картинку. Да, разные геномы. На самом деле, нифига. Это те же самые люди, с эквенированными двумя разными методами. То есть метод обработки данных приводит к тому, что тот же самый человек сам в себя не похож. То есть тут есть два метода. То есть это делали, это и то, и то, и хайсик. То есть синенькие – это очень старый метод, когда они брали целиком полный геном и шарашили все подряд. Потом они научили, что весь геном брать нельзя, что нужно брать только устойчивые точки, которые имеют высокую вероятность сохраниться на геноме, и их уже таргетно апплифицировать. И вы получаете разные вещи. То есть получается, что вот это красненькие, которые деланы методом уже более поздним, а вот это синенькие – все подряд вокруг. То есть получается у нас данные – такое большое-большое говнище. И с ними надо что-то сделать. То есть дали вам данных, и совершенно непонятно, что с этим делать. То есть маленькое покрытие, ужасное качество. Так, что мы с этим должны делать? На самом деле то, чему учит традиционная биоинформатика, если вы работаете с современным человеком, вам сказали вот такая хрень. Что вы скажете экспериментатору, товарища биоинформатики? Уйди отсюда, черт приставучий, да? Не буду я на твои данные смотреть. Можете ли вы сказать это археологу? Нет. Уж других данных не будет. Вот. То есть нужно понять, что же можно с этим сделать. Что в статистике есть такого, что поможет нам с этим разобраться? Нет, 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 нет. В статистике. Какое главное теорема статистики? Закон больших чисел, да. Закон больших чисел. Странная предельная теорема, да, вот это все дела. То есть если взять ваше, так сказать, говнище, но взять его много, к чему-нибудь оно сойдет, к какому-нибудь среднему, да? То есть именно это мы сейчас будем пытаться сделать. Мы должны взять наше вот это вот непонятно что, да, которая вот такая вот размазня такая и агрегировать, так? Можно, если вы не можете верить индивидуальному СНИПу, но если вы соберете все гены, например, в одном пути, вот этому уже можно верить, так? Нельзя верить одному конкретному индивиду, но если вы соберете всех индивидов, которые антропологи сказали, что они из одной деревни, из одной семьи, из одного антропологического типа, этому уже можно верить, так? То есть нужно им использовать, суммировать, так? Потому что иначе у вас ничего не получится. То есть первый подход, который используется, это подход адмегча. Адмегча используется не только, соответственно, с древними, но в древних это просто работает совершенно великолепно. То есть знакомы ли вы с адмегчей? Нет. Ну, готовьте к тому, что завтра, кто будет на практикуме, мы будем это делать. Так что не бойтесь, но готовьтесь. Вы берете вот такой вот целиком весь геном, где у вас тысячи, миллионы СНИПов, да? И вы уменьшаете размерность. То есть это, в какой-то степени, это тот же подход, как анализ принципиальных компонентов. Вы такое слышали, да? Вот. Multidomational Scaling. То есть адмегча, на принципе, имеет другую математику, но приводит к тому же, что вы берете многомерное пространство и уменьшаете его пространство меньшей размерности. То есть то, что вы можете визуализировать, то, что вы можете как-то представить. То есть в современной популяционной генетике используется чаще всего такое девятимерное пространство, где вы проецируете человека на вот такие понятные компоненты. Вот какой-то азиат, среднезаморская и так далее. То есть уже смотря на вот эту компоненту, гораздо легче понять, что себе представляет конкретный образец. То есть, например, если вы видите вот этот, кто же он такой, например, это вот у нас образец, у него американец с 83%, именно такой индеец, то, скорее всего, есть какой-нибудь там индеец, может быть, какой-нибудь мексиканец или порториканец, скорее всего, вот это будет. То есть это уже легче гораздо интерпретировать. Вот такой человек, какой-то смешанный азиат с европейцем, то есть сразу же видно, что это такое. Адмикчи нам помогает визуализировать данные и примерно понять, что же у нас есть. Если вы, например, нарисуете для одной популяции все вектора Адмикчи рядом друг с другом, вы увидите вот такой вот лес. Это тоже помогает, если вы делаете какой-то контроль качества. Если у вас, например, вот у вас, например, румыны, они похожи друг на друга, но они не одинаковые. Что вы скажете экспериментатору, если в результате вашего анализа у вас одна и та же популяция, те же самые румыны, все будут идентичны друг другу. Что вы скажете экспериментатору? Да, и сделав много-много раз. Иди вон. Правильно, именно это вы должны ему сказать. Поэтому вот эта штука дает вам возможность визуализировать данные очень быстро и понять, что вам дали. Например, у меня был такой случай. Я попросила принести мне данные из Китая. Данные из Китая. Потратили много денег, насеквенировали. Я смотрю на такой образец, и все китайцы получились одинаковые. Китайцы все клоны друг друга. Я говорю, не могет такого быть. Спрашиваю мужика, как ты взял этих китайцев? Что вы знаете в статистике? Если вам нужно делать выборку, как ее надо делать? Это случайная. Я спрашиваю вот этого урода, как ты сделал? А он говорит, я вот жил в семье, и я всех у них взял слюну. Типа, ну спасибо, дорогой. Один образец у нас есть, а больше у нас ничего нет. Семья была большая, там 2300 человек. Ну молодец. Репликаты. Поэтому следующий подход, который мы делаем с помощью анализов Адмихча, очень простой. То есть вы можете представить, как, например, расстояние в евхлидовом пространстве, то каких-то референсных образцов. У вас есть, например, образец неизвестного происхождения. Вы смотрите в евхлидовом пространстве, до кого он ближе, и, соответственно, это ваша будет лучшая догадка, кто он такой. И если, например, люди какого-то смешанного происхождения, и вы принимаете, если кто из вас в физике знает, приближение Томаса-Ферме, такое непрерывное приближение, что у вас генотипы и фенотипы меняются очень непрерывно, то, например, здесь у вас живут какие-нибудь красненькие люди, зелененькие люди. Если вы находите, что у вас люди красно-зеленые, то вы можете примерно сказать, где они будут находиться, в зависимости от того, какой у них геном. Поэтому можете тоже предсказать географическое положение на карте. И с помощью этого, что мы сделали такой интересный анализ, мы взяли геномы бронзового века и посмотрели, на кого похожи эти люди. Что у нас получилось? У нас здесь несколько интересных стрелочек. Зелененькие – это старые люди, красненькие – это современные люди. У нас есть стрелочка вот отсюда, из центра Европы, вот сюда, в Шотландию. А зелененькие – это были, может быть, 5 тысяч лет назад. Вот кто переехал за это время из центра Европы вот сюда? Кельты. Кельты жили на территории Швейцарии, правильно? А потом их оттеснили, они ушли туда. А вот это вот куча стрелочек из Северной Европы везде. Это что? Это викинги, это саксы, да? И у нас есть тоже стрелочки, которые болтаются с востока на запад. Это у нас, соответственно, всякие там отиллы и прочие поручающие сигналы, так? То есть это позволяет вам примерно грубо накидать историю Европы. Вот. Мы, конечно, методы наши протестировали, все получилось очень хорошо. Какие-то популяции великолепно предсказываются, какие-то хуже. Какие у нас популяции предсказываются очень плохо? У нас очень плохо предсказывается Кувейт, да? Почему плохо предсказывается Кувейт? То есть люди из Кувейта, мы не можем найти, они у нас не мопируют сами на себя. Почему? Как вы думаете? Громче говорите, пожалуйста. Во-первых, да. Во-вторых, Кувейт это очень искусственное образование, то есть там справа арабы, слева арабы, они арестовали вот эту границу, и все. А вы берете арабу, он случайно может подасть или сюда, или сюда. То есть если страна искусственная, то у вас, соответственно, не будет хорошего разделения. И опять же, если это уже смешно, то тоже тяжело. А если кто-то, например, вот у нас финны, да, такая уникальная популяция, она всегда попадает практически сами на себя. Вот. Мы-то тоже применили к анализу каст, и что интересно получилось, результат, что вот эти брамены, живущие даже в разных местах Индии, они кластеризуются отдельно, то есть там уже, это уже даже не каст, а получилось как отдельный народ. То есть очень такая интересная получилась у нас картинка. И если мы, например, сейчас возьмем наших синие-красные образцы, которые, помните, были разбросаны в разные углы, да, и мы сначала сделаем адмикчи, а потом писей уже на адмикчи, то у нас получается, что люди прекрасно располагаются, то есть синие и красные точки попадают друг на друга, они попадают в Европу, вот, а какие-то азиатские образцы, африканские образцы от них отдельные. То есть если вы сначала сделаете адмикчи, а потом уже будете делать писей, то это помогает. То есть это как агрегативный подход, он вас спасает. Вот, и по позиции вот этих образцов, которые были раньше плохие, они сейчас прекрасно попадают в те места по сравнению с современными народами, где они должны быть. Если, например, мы возьмем древние снипы, промопируем на метаболические пути, и потом сравним их с современным человеком, посмотрим, где же у нас больше снипов, в каких путях и снипов несинонимичных. То есть давайте думать, у вас есть геномы бронзового века, которым 6 тысяч лет, у вас есть геномы современного человека, такое же количество геномов, такой же пол, непонятно какой возраст, потому что уже по ним тяжело определить. И мы смотрим ошибки, несинонимичные у древних людей, мы смотрим несинонимичные ошибки у современных людей. И все в проекции на метаболические пути. В каких путях, вы считаете, будет больше всего изменений? В каких функциональных путях, метаболических, где будут изменения у людей, которые жили в бронзовом веке по сравнению с людьми, которые живут в современном? Что изменилось больше всего? Питание, да. То есть связанное с питанием. Но что вы делаете с едой перед тем, как ее съесть? Нет, он как человек. Нет метаболического пути для термической обработки. Вы сначала ее нюхаете, да? Правильно? И вот это что получилось? Самое большое количество ошибок в геноме современного человека – это алфактор, это запах. Почему? Почему у нас ошибки в том, что отвечают за запах? Мы больше не полагаемся на нас с нож, так? То есть мы не вынюхиваем самок, да? Мы не вынюхиваем еду. То есть мы, кажется, на нее не находимся, так? Там все равно. Вот. То есть для современного человека запах – это, скорее всего, нюх, это, скорее всего, что-то плохое, потому что у нас столько вокруг неприятных запахов, что мы их и не хотим замечать. А то, что мы замечаем или нет, в принципе, наша жизнь – не опасности. А для древнего человека, если ты не учил хищника или не учил какой-то лесной пожар, то ты, наверное, совсем уже мертвый. Правильно? Вот. А что получилось? У древних было хуже, чем у современных. Это возревание ацитов. То есть репродуктивный возраст женщины стал гораздо дольше, потому что в древние века женщина доживала до 30 лет, рожала 20 детей и умирала радостно. А современные женщины начинают уже рожать уже после 30 лет. Поэтому, соответственно, репродуктивный возраст будет дольше, и поэтому у современных женщин гораздо меньше несоединения, агрегативных ошибок именно в этом пути. То есть это очень интересно. Следующий метод, который мы тоже можем посмотреть, тоже агрегативный метод, можем представить человека как взвешенную сумму разных плодов. То есть мы человек, может быть, как смесь британца, русского, например, и китайца. Вот. Этот метод мы тоже публиковали достаточно давно, сколько уже было? 5 лет назад. То есть это такой метод, как оптимизация наименьшего угла. То есть мы работаем с векторами, потому что мы знаем, что мы не можем работать с индивидуальными ВСНИПами, они достаточно шумные, можем работать с векторами. Находим в нашей базе данных референсный вектор, который имеет минимальный угол, проецируем, вычитаем и смотрим дальше. А потом делаем такую всякую стахастическую оптимизацию для того, чтобы избежать локального минимума. То есть вот такой подход и метод дифференциальной эволюции. Прекрасно работающий метод. То есть мы сравнили с нашими товарищами из других лабораторий. Все работает прекрасно. Это еще один метод, который мы можем использовать. Применяем к древнему ДНК. Что у нас получается? Если вы посмотрите на Европу, Европа была заселена двумя разными типами людей. Юг Европы был кем заселен? Земледельцы, миниатические фермеры, которые пришли из Анатолии. Они мигрировали из Турции. Кем был заселен север Европы? Охотниками и собирателями. Поэтому если вы будете смотреть на градиент происхождения с севера на юг, то с севера больше охотников-собирателей, с юга больше земледельцев, ну и где-то у них такая вот зона интегрессии посередине. Правильно? Это то, что мы видим здесь. Если мы смотрим на британцев, у них больше происхождений. Мы британцев проецируем на британцы бронзового века, а мы проецируем те, которые бронзовый век, на тем, кому там 10 тысяч лет, еще на более древние. Что мы получаем? Что британцы, они больше охотники-собиратели и меньше фермеры, а итальянцы, наоборот, они больше фермеры и меньше охотники-собиратели. То есть в этом ничего такого революционного нет, но это проверка того, что вот этот наш метод, который я вам описала, он может такие вещи выкопать. Потому что мы готовимся к хазарам, да? То есть это все дает способ упражнения, мы пытаемся проверить, насколько наши тулы работают, что мы могли решить нашу хазарскую задачу. Потому что, помните, мы хотим понять, кто вот это, да? Вот. Потом мы еще разработали метод, когда можно смотреть происхождение на каждом маленьком кусочке генома. То есть мы делим геном на окна и ищем происхождение каждого конкретного, и потом смотрим, что от кого у нас следовалось. Конечно, для древних геномов это достаточно стрёмно, потому что у нас многие части генома просто выпавшие, они просто у нас не классифицируются. То есть этот метод хорош, но не для древних, а может быть, для больше исторических геномов, когда у нас есть хоть и плохого, но все-таки какое-то покрытие. Когда у нас есть 1-2% генома покрыто, такой метод, может быть, будет не очень хороший. Но все равно, если мы сравним, по крайней мере, на современных, на хороших качествах геномов, очень получаем высокую точность предсказания. И можем, в зависимости от того, насколько у нас сложная смесь, у нас точность предсказания получается очень хорошая. Единственное, в чем, если у нас есть, например, смесь японца с китайцем, тут очень сложно. Почему сложно раздраконить смесь японца с китайцем? Они очень похожи, да? То есть, идинственно, очень сложно сказать. А если смотрим на смесь, например, японца с европейцем или японца с африканцем, это все прекрасно разделяется. До, например, десятого поколения такой метод может разделить. Можно посмотреть на народы, можно смотреть на континенты. Вот такой подход у нас тоже есть среди наших арсеналов. Например, мы взяли древний скелет бронзовый и представили его как мозаику современных геномов. Делали такую обратную композицию. Сейчас мы готовы к хазарам. Что же у нас есть? Как я напомню, есть две гипотезы. Первая гипотеза, что евреи, когда вышли из Израиля, они попали в Европу. В Европе они расселялись. Потом евреи уже пришли на территорию Восточной Европы. Уже где-то на последние 200 лет. Вторая гипотеза, это что евреи пошли вместо того, чтобы идти на запад, они пошли на восток, попали в Хазарию, жили в хазарском Каганате. И они там смешались с местным кочевым населением. То есть евреи были только основные священники. И они конвертировали в иудаизм всех хазар. И потом уже пошли туда. То есть среди ашкеназии евреев, которые ушли в Хазарию, и потом уже пошли назад в Европу, там процент евреев, которые изначально, евреи будут очень-очень маленькие, потому что только властители были евреями, а уже те, которые... Там масса уже и времени не была, но она уже была конвертирована в иудаизм. Для этого нам нужно взять эти кости, которые нам уже дали бабушка Батеева, если помните, раскопать, и посмотреть, что же там, что же у нас есть. Вот эти кости, которые нам дали, вот это, например, вот это большие корцы, кости, большая перцовая кость, вот это, где находились могилы, и вот описание. Если вы посмотрите, многие из них были монголоиды, непонятные европоиды. Как определяют антропологи, монголоид это или европоид? Как вы думаете? По черепу, да? Чем отличается череп монголоида и европоида? В основном, удлиненная или широкая. У азиатов более широкие черепа, а у европейцев более вытянутые. Но если человек смешанное происхождение, иногда это сказать очень тяжело, насколько европоидный или монголоидный череп. Поэтому очень много всяких вопросиков. Это наша картинка того, что мы делали. У кого-то у нас вообще даже не скелета не было на диаболе сказать, кто это такой. И сейчас посмотрим на несколько методов, которые мы делали. Как мы это делали? Самое главное – это все делать параллельно. То есть все лаборатории, так как вы знаете, данные очень шумные, нужно делать в нескольких разных лабораториях. ДНК должна извлекаться параллельно в нескольких разных лабораториях. Мы делали и в Ростове, и в Японии. Какие-то анализы мы делали в Ростове, определяли гоплогруппы с помощью PCR. Это делалось в Ростове. С помощью НГСа делалось в Японии. И сравнивалось, похоже они или нет. То есть биоприформатика вся делалась в нескольких разных лабораториях. В Америке, в Томске, в Красноярске. Параллельно делался этот анализ. Для того, чтобы можно было понять, насколько это зависимость... Потому что, знаете, когда данные плохие, анализ слегка поменялся, у вас уже получаются ощущения данные. Для того, чтобы у нас были стоящие результаты, нужно повторять и извлечение данных, и анализ много раз с разными условиями. И мы брали в результирующую статью только то, что совпало по всем параметрам. Теперь смотрим на то, что нужно сделать с древними ДНК. То есть у вас есть несколько разных параметров. Какая основная опасность? Если вы смотрите на древние ДНК, сначала вы должны посмотреть на качество. И те участки... То есть вы не ожидаете слишком хорошего качества. Но те участки, которые совсем-совсем ужасные, их нужно выбросить. То есть вы смотрите на качество данных и обрезаете хвостики. Так? Потом нужно... Вы проводите... Еще раз переверавниваете, смотрите, что у вас получилось. Потом вы смотрите на... Есть ли у вас контоминация? Если у вас большая контоминация, выбрасываете. И вот это вот... Вы проводите несколько раз, пока у вас не получится хорошие данные, где выброшены все плохие хвостики, где вся возможная контоминация выброшена. Откуда приходит контоминация, господа? Как вы думаете? Отовсюду. Но какое основное что? То есть исследователь может тоже случайно плюнуть, и все. Современная ДНК, она гораздо более радостно будет секвенироваться, чем древнее. Поэтому как это проявится? Как у вас проявится то, что у вас есть контоминация от современного человека? Очень длинный, хороший. Да, вы изразительные короткие, очень длинные. Как еще проявится? То есть триалельные... Очень много будет триалельных позиций, да? То есть хотя в древних могут быть триалельные, просто потому что у вас ошибки с читанием будут высокие. Но слишком высокая доля триалельных, очень большая гетерозигодность, это тоже может быть индикация того, что у вас есть контоминация. То есть это все вы проводите несколько раз. У вас не как в анализе современного человека пайплайн от начала выпустил, а ты провел, делал, пупунговал, еще раз, и вот в несколько раз все это повторяется. И иногда, когда слишком строгие параметры, у вас просто не остается вообще ничего в анализе. И просто приходится все выкидывать. Самое простое, самое хорошее, конечно, сам первый шаг, это анализ митохондриального ДНК. Это то, что мы с вами будем на практике делать завтра. Почему проще всего анализировать митохондриальную ДНК? Да, второе. Много, много. Сколько копий? Очень много копий на клетку. Поэтому, если смотрите, качество покрытия, оно же огромное, 70, да? То есть очень тяжело ошибиться. Что мы делаем с такой ДНК? Мы можем определить гоплогруппу. Зачем нам это нужно? Народности тяжело, потому что это только одна линия материнская. По крайней мере, у вас не должно быть каких-нибудь африканцев. То есть если получается какая-то дичь, то это уже получается не то. То есть это первый такой прогон, что можно посмотреть, насколько здесь. То есть что у нас получается по наших гоплогруппам? У нас образец, например, 67, у него Д4. Д у нас характерно для Сибири и Северной Америки. Похоже на Хазар? То есть я бы считаю, что это кочевые народы. Похоже? Похоже. Если это сибирский народ, вот почему бы не Д. Следующий – С4. Похоже? Где у нас С? Там же, где Д. Похоже. Следующий – Х. Где у нас Х находится? Вот здесь вот. То есть это больше европейский вклад. Вы помните, черепа у нас были и монголоидные, и европоидные. Посмотрим на то, похоже ли это на определение черепа, что череп… И если похоже, то нормально, продолжаем. Вот. Х1 – это европоидные, это С – опять же туда. И вот так прошли по всем. То есть у нас есть С и Д, которые азиатские глупогруппы, и Х, которые европейские глупогруппы. Пока похоже на то, что у нас смесь монголоидов и европоидов. Вот. Потом мы смотрим на Y. Вот. У нас, как вы помните, было два анализа. Первый мы делаем метном СТР, который делался в Ростове. И что у нас получилось по Y? У нас получилось по Y Q, R1 и C3. Где у нас находится Q, господа? Сибирь. Нормально? Нормально. Главное, не Африка, да? Потому что мы пока еще не знаем, кто они, но главное, чтобы это не была Африка, потому что мы знаем, что точно это не африканцы. Вот. R1 где у нас? Да везде, да? Вот. C3 у нас, C у нас тоже нормально. То есть ничего такого ужасного. Вот. А потом смотрим на такой тул, называется NGS AdMix. Это когда вы берете данные NGS, секвенирование, и сравниваете его с какой-нибудь базой данных. И делайте тоже, примерно такой же, как ReAdMix, только это для данных NGS, не превращая в AdMix в вектара. На кого они похожи? То есть, если оно красненькое, то это очень значимо. Что у нас получается, например, с этим образцом, который 1,5,1? Кто эти ребята? Какой у них основной вклад? Карелы и лесгины, да? И немножечко кеты. Кто такие кеты, знаем? Кеты – это народ, который сейчас очень малочистый, сибирский народ, и где-то 600 человек осталось всего. И нет ни одного человека, который по кетски говорит. Они живут на подкаменной Тунгуске и в таких маленьких речках вдоль Енисея. Это такой монголоидный народ очень интересный. Вот. 531 – тут на самом деле достаточно все большие ошибки, то есть непонятно что. Плохой образец. 656 – кто такие? Ханты. Китайцы и якуты. Следующие, вот эту, 1564 – это друзы, ханы и якуты. О, нет, друзы и якуты. Якуты. То есть смесь Ближнего Востока и Сибири. И вот так вот мы получили всю картинку для всех. Вот. Видим ли мы сигнал от ашкеназии евреев? Ноль вообще, да? Единственное Ближневосточное, что мы увидели, это мы увидели сигнал от друзов. Так? Кто такие друзы? Кто знает? Ну, близко такая, да, 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 да. А где они живут? Да, они живут, многие живут в Израиле, да, но это арабский народ, это арабы. Арабы, которые, ну, не совсем арабы, которые достаточно изолированы. Вот. И, ну, главное, что тут нет никакого сигнала от ашкеназии евреев. Одного этого анализа достаточно для того, чтобы сказать, что хазары ничего не имели общего с ашкеназией евреями. Но вы помните ту мантру, которую вначале говорила, что так как данные ужасные, нужно сделать анализ много раз разными методами. То есть, чтобы проверить, может быть, другой вычислительный метод вам покажет что-то еще. Поэтому мы не останавливаемся на этом. Кстати, ребята, не волнуйтесь, у нас осталось все 3 минуты, но завтра мы продолжим эту тему. Так что это, я вам историю дорасскажу, вы не останетесь без пряника. Вот. То есть, если мы посмотрим на профиль Адмихча, вот этих ребят, где у нас хазары? Помните, хазары расплючитесь разные. Какие-то он европоидные, даже по гоплогруппу, по всему, какие-то азиатские. То есть, вот у нас наш европоидный хазарин, он похож больше всего на сармата. Это самый вектор. Последующий, он где-то здесь хазарин, 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 хазарин. Вот, да? Это хазарин больше, тоже, больше такое европейское, ближневосточное. Вот это у нас какой-то участок хазар таких вот сибирских. Вот. Вот такие у нас они получились. Вот. Что мы получаем? Давайте посмотрим первый метод. Помните, метод GPS, который находит одно самого лучшего человека, самую лучшую популяцию, которая на них похожа. Вот. 1, 2, 5, 1 похожи на кого? На таджиков, так? Это на современные, а на древние они похожи на степняков, так? Ну, достаточно логично, да? Вот. 1, 5, 6, 4, помните, который был на друза похож? С помощью этого метода он похож на ливанца. Есть большое противоречие? Нету, так? Опять же, хорошо, совпадает хорошо, не совпадает плохо, да? А на кого похож древнего? На того же самого, на ливанца. Ну, как похож на современного, но так на древнего. Вообще хорошо. 1, 5, 6, 6 похож на... А на древнего похож на пузырыка. Господи, вы знаете, кто такие пузырыки? Пузырыкская культура где жила? На Алтай. Кто был в Новосибирске в музее и смотрел на этих пузырыков, так? Ну, кто были, Там такие очень хорошо сохраненные, очень интересная культура, у них тоже были интересные такие могилы, и на самом деле они не чистые монголоиды, они смешаны, монголоиды, европоиды, кочевой народ, который тоже набрал себя кучу всего. И когда я сказала тете антропологу Батеевой, что наши хазары похожи на пузырыков, я сказала, ну, конечно, похожи, а до кого же еще не могут быть похожи, понятно, это очень похожая культура, то есть, это такая же кочевая. Видите, они очень похожи на сарматов, на пузырыков, если бы на древние, а из современных эвенки, шорцы, это афганское племя, туркмены, казахи и ханты, так? То есть, это разные степени монголоидности Средняя Азия, так? То есть, вот такую смесь, как мы, в принципе, прилакали по их антропологическим исследованиям. Вот, если мы посмотрим на анализ реадмикса, как помните, когда приземлили, как смесь, то результаты у нас получаются очень похожие. 1, 5, 6, 4, то, что мы смотрели, был похож на Друза, он опять же похож у нас на Друза, да? Вот, остальные похожи на смесь якутов, сахи, абхаз, то есть, опять же, вот эта панорама такая. То есть, у нас получается, один человек очень похож на Ближний Восток, а остальные среднеазиатская смесь с примесью европейской. Что нам это говорит? Были ли хазары однородным обществом? Нет. То есть, это была такая вот банда, да? То есть, если мужикам хотелось помеситься, они шли в хазары, да? Вот. И отбирали, соответственно, все подряд. Понятно, что они каких-то девок насиловали, тоже к себе в полон брали, и они ходили вот туда-сюда, туда-туда-тут пограбят, там пограбят. Вот. Поэтому все их не любили, да? А я их очень люблю, потому что это очень интересный объект для исследования. Ну, а больше я вам расскажу завтра. И даже дам вам одного хазарина пощупать. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.